Субтитры сделал DimaTorzok У нас сегодня будет ХСГГ против Пати Очень интересный, мне кажется, будет матч Там все между собой знакомы, по крайней мере, казахи так точно И в таких достаточно дружеских отношениях Там между собой уже переписывались, кто как настроен на игру, ребята И, мне кажется, там должно быть что-то интересное Вот она сетка на ваших экранах Первые два матча мы смотрим сегодня Пати против ХСГГ, а ниже Дол, потом 4.20PM против Кулак Ну вот так вот у нас сложилось, что первые и вторые места крест-накрест по группам Это у нас первое место группы D против второго группы A У нас играют и потом будет, соответственно, наоборот Первая карта у нас Инферно заявлена, потом будет Кэш и Трейн Напомню, что ножей у нас тут нету по системе Минора Одна команда выбирает карту, другая в сторону Соответственно, пати у нас должны начинать в защите, насколько я понимаю Ну и вот у нас совсем скоро должны стартовать ножи Игра начинается на ваших экранах Досямба! Уже кого-то там настреливает Главное, чтобы он это делал во время игры Ну и пишите в чате, кто ваши фавориты Как думаете, кто победит в этой встрече? Понятно, что фаворитом являются ХСГГ Но это ребята такие специфические Могут не пропереться, могут где-то что-то и запороть Мы это все прекрасно знаем благодаря истории Counter-Strike и их прошлых матчей Но сейчас они действительно в неплохой форме И, возможно, Доси и компания сейчас устроят развал кабин Вот она, пистолеточка начинается Пати в защите, ХСГГ играют в атаке Интересно, что у казахов 5 арморов Вот такой вот жесткий закуп В ответ есть раскидочка у Вейлендера Остальные играют с арморами со стороны атаки Уже первый контакт на банане Есть сразу минус с размена Отлетает Вейлендер Хуч в ответ разменивает Буквально сразу же еще идет контакт И вот на всей карте экшен происходит Страйкер у нас решил стать богом Банана принял обоих оппонентов Только вот два игрока атаки уже двигаются в ковры А коварный кин находится у них в спине Если они этого не зачекают То пистолетка уже будет решена Буквально Кин Видит свой оппонент Она стреливает по нему Очень долго не попадал И вот теперь Дося Последний против троих играет Ну как-то ничего не получилось Очень грамотный поджим от кина Крайне своевременный Пистолетка уже уходит за казахским коллективом И счет у нас на табло 1-0 Интересный старт Вот так вот все произошло Страйкер очень хорошо дефал банана Крайне тайминговый выход кина Буквально решил исход этого раунда Теперь уже закуп в руках у пати Есть дробовик Есть две эмки Ну и что купят остальные два игрока Сейчас увидим Фамас как-то очень жестко Бается вы заметили Обычно видим по 2-3 фармгана А тут 3 эмки Фамас и вот только Фичс у нас играет с оружием для ближней дистанции ХСГГ играют на тэках плюс арморах Есть еще дигово П250 И неплохая достаточно раскидочка Ну посмотрим как они смогут ее реализовать Пока что хуч уже врывается на ковры Чекает бойлер Но никого не находит Паре работает с Досей Вот он выпад Хоббит Хоть и остался красным Расправился со своим оппонентом Хорошая работа И уже в меньшинстве находятся игроки команды атаки Посмотрим как они разыграют эту ситуацию Возможно еще где-то как-то удачно выйдут Есть раскидка Что дает возможность как минимум попытаться пробиться к поинту Кин Пытается настреливать Но никого в песках не находит Хоббит все-таки находит свою смерть И вот Адрен делает уже 2 минуса 3 в 3 все ситуации Однако Вейлендер находит страйкера И Кин тоже отлетает Вот вам и тэки арморы с раскидкой Грамотные дымы, флешки Буквально зарешали этот раунд Фичс последний с его дробовиком Тут особо много сделать ему не дадут Есть игрок в песках, в тюрьме и в понте Очень хороший перекрестный огонь Меняет девайс Но его на чеками Это конечно шикарнейший раунд В копилку ХСГГ Коэффициенты у нас на ваших экранах Лаунжа 11 на 89 Но вот больше людей верят в ХСГГ Конечно они являются фаворитами Тут собрались ветераны контрстрайка Они очень и очень опытные Очень логичные коэффициенты Мне кажется ХСГГ являются в принципе Одними из фаворитов Всего минора И они должны выходить Они не упустят этот шанс Вот так вот жестко себе заявить Ну что у нас намечается Очередной раунд по Да, Дрен, хорошая флешка Расправляется уже сразу с Хоббитом И оставляет в меньшинстве игроков Команды защиты Ну Не спешат Вот игроки ХСГГ Бомба все еще Только сейчас поднимается И идет в сторону Аплента И уносит хуч Вейлендер Чекает поджим с банана Смотрит, чтобы никто Не вышел Поджим Тем самым накаляет ситуацию Под Плентом Б Адрен делает еще один Минус забирает Кина И только Один игрок защиты Остался на Апленте Он пытается выйти на своих оппонентов Увидел Вот ЦЗ-шка здесь, конечно, не лучше Девайс Его могут вполне развалить кабину Тем временем Страйкер уже нашел Вейлендера Минус и нового Но два игрока защиты Оба остались На Пленте А И двигаться им куда-то Особо смысла уже, может быть, и нет Стоит засейвить Эмку И никуда не спешить Этот раунд они, скорее всего, сдали Под перекрестный огонь Их должны принимать Но вот коварные ХСГГ Они даже не думают Дефать бомбу Они сразу Обступают со всех сторон Своих оппонентов И будут пытаться не давать Засейвить Кольт Вообще никого не оставили на Пленте Понимали Понимали действия своих оппонентов И вот теперь, возможно, даже не дадут засейвить Эмку Нету ХЕшки Она буквально все пришила Ну да ладно Все игроки атаки находятся под Б Смотрите, бомба установлена на Пленте И такие, опс Выход на Б При установленной бомбе И оба игрока Казахского коллектива Уже отдают Богу душу Счет 2-1 В пользу ХСГГ Вот так вот сразу у нас переворачивается Эта катка И страйкер пишет пауз Кстати, то, что меня смущает В этой игре Это то, что Постоянные какие-то проблемы У Вольво Со Стимом И мы, возможно, еще рискуем На какие-то паузы Задерживаться по техническим обстоятельствам У вас, думаю, у многих тоже это было Там проблемы с соединением Вылетает Стим И прочие непонятки Еще вчера Вечером оно все началось Вольво обещали пофиксить за ночь утра По Москве Но как-то вот не получилось Это была информация От официального сообщества Стима Судя по всему Пофиксить не удалось Будем надеяться, что за сегодня Уже все это решится И не будет у нас в игре Никаких критов Пока что пауза была Из-за проблем с микрофоном Как написал страйкер И благо Она была достаточно Короткой Очень дефолтный деф На самом деле От игроков пати Разве что Вот такие вот поджимы Вполне Приносят свои результаты Играют 2 плюс 3 3 игрока под аплентом 2 под б А вот атака Между прочим Бомбу оставила на банане Возможно будет выходить Как раз туда А вот пати Перетянулись крайне Неудачно Если вдруг Хуч и компания Начнут выходить Быстро Один игрок на КТ Второй Перетянулся на хелпу Под аплент И принимает в 4 дуа Эту точку Все Прилетел смог Правда Витча ударился что ли Потому что прилетел он Крайне криво Начался поджим Моментальный Вы посмотрите Как быстро действует Адося Слышит эту всю движуху Сейчас Настреляет в спину По своим оппонентам Минус 2 Доси Моу и Вайлендер Также находят По своему минусу Фич последний Находится на понте Б На него уже никто Не идет Игроки Атаки Отправляются Устанавливать бомбу Ну Хороший старт От ХСГГ Проиграли пистолетку А вот потом Показали Кто есть Кто на карте Инферно Напомню Что как раз Они ее пикнули Поэтому Должны забирать Без особых трудностей Я очень надеюсь Что это не будет Изикатка Для Ну а так как Особо матчи Под Конец этого года На лаунже Это толком и нет Я думаю Мы все соберемся В такой дружной Теплой Компании Поклонников Киберспорта И будем Смотреть Кто поедет На ланы Ну что у нас Намечается Неспешный Раунд От ХСГГ Идут Крайне осторожно Чекают Позиции И пока что Никого не находят Начинается Раскидочка Планта Б Бейлендер Врывается Слепой На страйкера Вот Смог Откинули На Баплент А на КТ Не откинули Страйкер Прекрасные Два минуса И первые трудности Для ХСГГ Очень нестандартная Позиция От Хоббита Также реализована Этот раунд Видимо Ребятам Из Хэдшот Джи Джи Уже не светит Дося И Хуч Вдвоем Есть первый минус Но тут надо Сделать еще Четыре При выпавшей Та бомбе Могут быть Трудности Ну вот Дося ее Пикает Как раз Видимо Не было информации На выпавшем пакете Но он Там был просто Оставлен игроками Команды атаки Теперь надо Действовать в паре И угадать С выходом Как по мне С выходом Не угадывают Тут есть Кили Хоббит Хороший прием Первого Второму тоже Вряд ли осталось Долго жить Дося Также Отлетает От рук Хоббита Счет 2-3 И пати Еще не собираются Отдавать первую половину Своим оппонентам Ну вот Насколько я помню ХСГГ достаточно легко Прошли по своей группе У них там Практически не было Жестких Таких Заруб Сейчас это Чек Ага У нас Минор Не написан На ХЛТВ орге Поэтому я ничего вам не могу сказать Последняя стата на ХЛТВ Это 6 проигрышей подряд Ну вот ХСГГ Но это было достаточно Уже Давненько Буквально в начале Этого месяца После этого был Минор Ни одной встречи Не проиграли ХСГГ И Две из них были Достаточно легкими Для них Только одну там По-моему С счетом 16-9 Отыграли 4 в 4 Ситуация Все еще Играбельно Для игроков Команды Атаки Напомню что Вот такие равные Размены Все таки Преимущество Для них Потому что В меньшинстве Когда вас четверо Дефать Точки Неудобно Приходится где-то Терять свой контроль Фокус И за счет этого Возможно Совершать ошибки Хуч и Дося В паре делают Два минуса И проходят На незащищенный Плент А Но этот раунд Уже им Практически Обеспечен Игроки Дефа Уходят Сейвить Это Страйкер И Фантастика И возможно Еще их здесь Найдет Адрен Ну вот Месть по своим Казахским друзьям Может отыграется За всю боль Прошлого раунда Ну не спешат Играют аккуратно Игроки Что одной Что другой команды Понятно что И у ХСГГ Пока что денег Не очень-то И много Но вот надо Еще Подержать Девайсы На своих руках Чтобы только Закрепиться В экономике Смого того Мне угадал Тут Возможно Еще будет Контакт Со вторым И вот Один девайс Смогли выбить Фантастика Эвакуируется В церковь И там спасается Счет 4-2 И трудности По экономике У ребят из Пати Возможно Сделают Форс У них в принципе Есть на это деньги Либо будут играть От одного девайса Сейчас решают Судя по всему Ну да Покупается М И это будет Закуп На все деньги Буквально Вот В три девайса Отыграют В теории Этого может Хватить Чтобы Защитить точки Главное Правильно Поставить Эти девайсы Видим что АК у нас Находится В медле Но сделали Акцент На понтье Только Один игрок С ЦЗ Принимает Банан При том что На него уже Выходят двое Дым Успятился На тележке А Дрен Его все таки Нашел 4-2 Возможно Скоро превратится В 5-2 Хоббит Должен был делать Хотя бы один минус Почему то не получилось Контакт может быть Еще в тюрьме Если Кина не начекают Он может Очень хорошо Реализовать свою позицию Тем более что Остался он последним Надо играть аккуратно Первого видит Хороший минус Но тут Один в четыре Остался Помба Конечно Под его контролем Но парня Должны давить Дося Финальный минус Счет 5-2 И Ну Поначалу Очень даже Интересная У нас намечается Катка Неоднозначно Иногда раунды Берут пати И тем самым Пока что Заставляет Понервничать Поклонников ХСГ Хотя вот Пять раундов взяли И на Инферно За атаку Этого уже Вполне достаточно При грамотном дефе Сейчас играют Эко Так что ХСГ Берут спокойно И шестой Ну а там Девайсный эко Девайсный эко Можно взять Еще очень Много раундов Буквально Чедверть Игры позади Так что Пять Это еще Вероятно Не предел Дося Находит Одного Второго От спрей Тут какой-то Был не очень Уверенный Правда В него Толком И не попали Ну что По спрею Как-то У ХСГ Не клеится Вейлендер Чудом Остался жив Его уже Подстраховал Адрен Ну и связка Страйкер Плюс фантастика Долго жить Тоже не остаются Судя по всему Да Счет Становится 6-2 На карте Инферно Напоминаю Что в отличие От групп Здесь у нас Все проходит В формате Best of 3 Так что Минимум Еще одну карту Мы за сегодня Посмотрим Это будет Кэш Десайдером Если потребуется Будет Инферно Ой Какой Инферно Боже мой Трейн Инферно Что у нас Сейчас Ну интересно Кстати Черкаются Карты Каждая команда Вычеркивает По одной Карте Которую не Хочет играть Потом Выбирается По Пику И после Этого Из всех Оставшихся Карт Рандомно Выбирается Десайдер То есть Максимум Рандома На третьей Карте Байлендер Принимает Страйкера Но Его Разменяли Фичс Пытается Смотреть Банан Еще Даже Остается Живым 3 в 4 В меньшинстве Находятся Игроки Атаки Но Дев играет 2 плюс 2 Фичс Хорошая Стрельба В этом Раунде Уже Приносит 2 минуса Может Добрать На третьего На Кураже Еще Вот Теперь Доси Моу В паре Моу АВП Интересно Сможет ли Он его Реализовать Хороший Смог Врывается Под моменталку Коварный Моу Его могут Принимать Он Цемент Не смотрит Фичс Уже Сколько Трипл Килл Настрелял В этом Раунде И Нашел Снайперский Девайс Для своих Тиммейтов Ну Отличная Работа От этого Игрока В Девятом Раунде Дося Последнему Ничего Не остается Уже Наверное Кроме Как Сейвить 25 секунд Времени Это Только Выбежать На одну Из точек И попытаться Убить Но он Этого Не делает Он Просто Перестреливается И погибает Вот Повтор Ну Конечно Неаккуратно Отыграл Я не знаю Рассчитывал Сам СВП Вскрыть Всю точку Б Не было На подстраховке У него Второго игрока Которым был Дося И вот Цемент Оказался Роковой Для него Позицией Ну да ладно Счет 3-6 Все еще Есть деньги На закуп У ХСГ Ну Сколько У них Денег Осталось Может Потом Уже Будут Ребята Ощущать Определенные Трудности С точки Зрения Экономики Фич Ну Блестящая Игра Молотов Имя Крыли Простреляли И Сразу Два Опен Фрага От команды Атаки Этот Раунд Они уже Отдавать Не собираются Они об этом Уверенно Говорят Фантастика СВП Заперт В очень Неудачной Для него Позиции Но тут Есть По страховке Кин Который Разменивает Снайпера Команды Пати Два В три Все еще Более Менее Играбельно Но от Кину Надо жить Максимально Долго А Хелпа Не спешит Перетягиваться Страйкер До сих пор На планте Б Только сейчас Выходит И в песках Кин Принимает Его не Зачекал Дося Он сделал Максимум Трипл Килл От Кина Очень Хорошая Работа Говорит Ребята Я свои Минуса Сделал Что Делали Вы Страйкер Просто В дым На шифте Может Сработать Его Пока что Не заметили А вот Стрелять Он начал Явно Рано Мол Сбревает Последнего Игрока Команды Защиты Счет 7-3 В пользу ХСГГ Ну что У нас Опять Нету Денег Упать Ребятам Очень Тяжело Будет Даваться Этот Раунд А скорее Всего Просто Не Даст Разве Что Что Нибудь Интересное Приготовили А тут Просто Поджим Банана Вдвоем Ничего Гениального Это Они Уже Пытались Реализовать И тогда Сработало Но второй Раз Уже Не должны На это Купиться Игроки ХСГГ Что Думаешь Насчет Матча 4.20 ПМ Врс Кула Ну Как по мне Там Будет Более Жесткая Борьба Ну то есть Не потому Что Коллективы Жестче А потому Что Более Менее Одного Скиллового Уровня Ну вот Поэтому Там Должно Быть Все Более Менее Серьезно Фантастика Ну Практически Навел Невероятного Кипишу В медле Но вот На второго Не хватило Стрельбы Хотя И мог Открыться Так Почему На CSGO Лаунж Нельзя Ставить Вещи Но Это До сих Пор После Того Как Обновили Систему Обмена Ввели Привязку К мобильным Телефонам Начались Проблемы С Лаунжем И С тех Пор Он Как-то Не Может Вернуться В должную Форму Они Как-то Кто-то Умудряется Ставить Кто-то Нет Боты Стали Работать Хуже Я Честно Говоря Давно Не пользуюсь Что вольво Они не очень Любят Когда Так Вот Ставят Скины На тему Там еще Спрашивали Кто Является Фаворитами Этого Турнира Но Как раз HSGG По-моему Одни Из них Являются Они Должны Брать Этот Ивент В целом И на Ланах Показывать Нам Очень Хорошую Игру Я На Это Надеюсь По Крайней Мере Там Еще Есть Четыре Приглашенные Команды Не Не забывайте Они Тоже Будут Готовы Врываться Непосредственно В Ланы Им не нужна Была Квалификация Что там Будет Интересно Фаззум Не удался От фантастики Хорошая Работа От игроков Команды Атаки Дося Очень нагло Открывается Увидел И Минус Ану Кина Мне показалось Что уже Не получилось Справиться Только Хоббит Смог остановить Михаила Столярова Вот Не позднали Тут От него Мало чего Осталось Защиты Фич И Страйкер Фарри Вайлендер Спине Его там Не начекали Счет 9-3 Тройное Преимущество На своем Пике От ХСГ Отличная Работа Так Спрашивают Про 4 Приглашенные Команды Я буду Попутно Чекать Потому что Так Сходу Не вспомню Там Питер Приглашен Насколько Я помню Вот Еще Три Коллектива Которых Я как-то Не могу Вспомнить Буду Попутно Аккуратненько Чекать При этом Пытаться не пропускать Давайте Наверное В перерыве Посмотрю Вам скажу 100% А пока что Дрен Дося Делает уже Два Безответных Минуса Страйкер Разменял Наконец-то Все еще 3 В 4 Ситуации Ну Просто Уже Развал Кабин Десятый Раунд Очень легко Уходит Для ХСГГ Что не могу И найти информацию По последним Четырем Коллективам Попутно Ложу у нас На сайте Чуть позже Найду Скажу Точно Не хочу Врать А пока Смотрим За 14 Раундом Дося Уже делает Open Фраг Минус По Фантастик ХСГГ Они как-то Очень мне кажется На морали Играют Они хотят Забирать Минор И это видно В их игре Дося Вообще Его не остановить Знаете Такой парень Врывается На любую Из позиций Делает там Свои минуса И не один А 2-3 Забирает в могилу Игроков команды защиты Хоббит Наконец-то Угомонил этого парня А вот на мол У него маны Не хватило Страйкер Выход через дым Разминулся Вот это сейчас Конечно Момент неприятный Но по инфе Страйкера Принимают Ну что у нас По табуляции Дося Дося Наряду с Адреном Являются Фраг-лидерами 14 на 7 Двойной КД у нас Ну и все Игроки ХСГ Находятся в плюсе Это логично При таком-то счете Вот Как-то не залетают У одного из игроков Дефа Фичс Хорошая работа Вот фантастика 4-2-12 Пока что не показывает Должные игры Необходимые для того Чтобы выиграть У своих Ну более именитых Оппонентов Тут надо Конечно Пытаться Сейвить Но Фичса Тут Будут Зажимать Очень легко Счет 11-3 И ХСГГ Ну мне кажется Очень легко Забирают Свой пик Там помимо Трех раундов Особо-то напряжение Мы не увидели Знаете Если бы еще оставались 1-1 2-2 То еще Ладно А так Пока что ХСГГ Выглядят просто На голову выше Там говорят Разница в пинге Большая Я не обратил Внимания Если честно А ну да Что-то да Фантастика 122 Я просто Не глянул Это конечно Очень Неприятно Для игроков Дефа Ну спасибо Что Обратили внимание Я как-то Даже Не посмотрел Но с такой Разницей В пинге Действительно Очень неудобно Играть Тем более И оппоненты Далеко не Самые простые А тут у одних Максимум 30 А у других До 120 Следующая карта Будет У нас Кэш Там спрашивали Я отвечаю Я попутно Поглядываю в чат Когда что-то вижу Но пытаюсь Совсем на него Не отвлекаться Потому что Здесь последний раунд Первая половина Которая уже Идет крайне плохо Для ХСГ Дося Васт 1-4 Этот Клач ему Был не по зубам Счет 11-4 Первая половина Очень Уверенно Уходит за ХСГ И мне так много Осталось Для того Чтобы забрать Первую карту В свои руки Ну там Есть еще Пик оппонентов Где пати Могут Попытаться Закомбечить А здесь Надо уже Подключаться Пистолетка Необходима Для пати Ну что у нас Придумали Игроки Обоих команд На этот Заку Деф играет 4 легких Армора 2 флешки И диффуза Ухуча Ну вот Атака 4 армора ИП 250 С одной Флешкой И смоком Ну что Они придумали На этот Раунд Просто Выход Через Зелень На Аплент Намечается И пока Что не очень Здорово Он идет Для казахов Как же Их просто Разваливают За счет Позиционной Игры ХСГ Остался Последний Хоббит Против Четверых Но тут Шансов Мало Вейлендер С ножом Побежал Уже Такой Ребята Это ГГ Кричит Но Хоббит Борется Оставил Досю Красным Тут Надо Развалить Хуча И Адрена Может что-то И получится Правда У самого 10 Хп Ну конечно Этот раунд Должен Был уходить За стороной Защиты Счет 12-4 Неаккуратно Отыграли Позиционно Пати Вышли Их Просто Перекрестным Огнем Задавили Абсолютно Везде На зелень Выскочили А там Их Принимали Сразу Отовсюду Ну и вот Теперь Со слитой Пистолеткой Пати Надо совершить Чудо На этом Форс Бай Три Тека Два П250 Плюс Арморы На руках Практически Нету Раскида Бомба Не была Установлена Этот раунд Будет для них Тяжелым Рот первого Задавили За счет Просто Быстрого Выхода Вейлендер Уже Отъехал От Хуч Король Макс Седьмого Сделал Только Два Минуса Три Три Ситуация Не принял Мол Как же досадно Только что Отыграл Вот Мол Такой На кураже Я ничего Не боюсь Выскочил Но Свою Работу Сделал Счет 13-4 Чудо Не Произошло Ну конечно Да Такая Разница В пинге Очень Неприятная Патти И без Тво Понимают Что У них Тяжелые Оппоненты Возможно Самые Тяжелые На весь Плей-офф А тут Еще Разница В пинге Единиц На 80 Ну может В перерыве Между картами Где-то Как-то Что-то Сервер Поменяют Я не знаю Что сделают Но надо Как-то Это дело Пытаться Исправить Чуть 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 не Сказал Блистательная Игра От казаха Но Адрен В данной ситуации Под казахом Имеется ввиду Адрен Который сделал Уже два минуса На банане И вот Ким и Хоббит В паре Остались Причем Первого Уже нашли Ну вот 14-4 Инферно Немного Грустно Все-таки Получился Вначале Еще как-то Пати Пытались Навязывать Борьбу А вот Потом Потом У них Уже Особо Ничего И не Получалось Их Просто Перестреливали И Превосходили На голову Но там Опыт Дает о себе Знать Опыт Очень много Решает В такой Ситуации Ну ну ладно Тут 14-4 Наконец-то Девайс на закуп У Пати 5 калашей Плюс Фу Раскид Практически Но Вот они в одном Закупе От проигрыша Сейчас Очень сложно Им Будет Даваться Такой Камбэк Нереальный Против ХСГГ Не знаю Как Надо Постараться Чтобы Вот так Вот Вытащить У них По сути Нету Права На ошибку Сейчас Так Тем более Ну и Все игроки Атаки Заняли У нас Мидл Второй Мидл И Судя по всему Планируют Выходить На ребра Ну и Начинается Тот Самый Выход на ребра Уже Приняли Фич За И вот Остальные Игроки Как-то Засопорили Занервничали Спрейдаун От мол Был очень Хороший Страйкер С четырьмя ХП Адрен Куда-то Не туда Стрелял Контакт В коврах Хоббит Не смог Спастись От грозного Хуча Но Три в четыре Ключевой раунд И всего-то Два секунд Времени Ну Такая тактика Выхода на последнем Тайминге Против ребят Из ХСГГ Вряд ли Сработает Хуч Принял Бомб Кэри И это уже ГГшенька По факту Денег Купати Должно быть Мало Там будет Форс Так как Бомбу Они не ставили И это Маппоинт Для ХСГГ Ну вот я не уверен Что в данной ситуации Решает Чей это пик Во-первых Карта Инферно Достаточно Комфортная Для обоих Коллективов А во-вторых Даже Даже если Вот Сыграл Свой роль Пик Больше Четырех Раундов Бо взяли Ребята Тут Пинг Больше Решают Пинг Я согласен Это очень Проблемно Для пати А вот То что на чужом пике Отыгрывают Это как раз Не проблема Вейлендер Принимает Двоих оппонентов Хорошая работа А вот Кин Забирает Ихуча Вейлендерах Уже Вышли В аплент Между прочим На вот Таком вот Жиденьком Закупе Голил Плюс Две Эмки Буду Дефать Бомбу Ретейк При ситуации Два В три Вот ХСГ Попытаются Идти Судя по всему Мы оба Думают Как-то через зелень Открываться Идея Интересная Но мне кажется Не лучше Игрок в песках Игрок в коврах И на шарте Должны принимать Есть первый минус Но вот Время играет Против Игроков Защиты Пора бы Досе Уже Либо делать Невероятный Раунд Либо Уходить Время играет Совершенно Против него Он не успеет Раздефюзить Бомбу И 5 15 Первый Маппоинт Пати Отыграли Тут осталось Еще 10 Также Отыграть Там спрашивают Про матч 4.20 ПМ Против Кулак Ну честно говоря Кулак так себе Выглядели В группе Насколько я помню Их матч Им просто Где-то Даже Везло Посмотрим Как они Смогут Сыграть Против Более Жесткого Оппонента 4.20 Являются Наверное Фаворитами Все таки Этой встречи Тем более Что из своей группы Они вышли С первой позиции Хорошая работа 3-5 3-5 3-5 Отличная Отличная карта Инферно В их исполнении Ну дальше Мы будем уже смотреть Кэш Это пикнули Пати Возможно Там У них Все Получится Получше Пока что У нас Небольшая Пауза Продолжение следует